Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркет с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. В последние дни уходящего года мы следим внимательно за тем, что происходит. Понимаем, что на низкой ликвидности, если полагаться на экономическую теорию, не стоит ожидать мощных движений. Но, с другой стороны, от себя хочу добавить, что, как правило, на низкой ликвидности незначительного фундаментального фона может оказаться достаточно, чтобы на рынках эта волатильность появилась. И я не хочу, друзья, чтобы мы вот под конец года прям настолько расслабились, что упустили возможности, которые могут появиться и, соответственно, проглядели какие-нибудь интересные движения. Мы не распыляемся на большое количество финансовых активов. В принципе, эта тактика для нас характерна уже определенный период времени, потому что хочется получить больше конкретики от Федрезерва, хочется уже детально, досконально разобраться с тем, что будет происходить с американской валютой, только после этого расширять уже портфель, добавление каких-нибудь валютных активов, помимо, собственно, самого доллара, кросс-курсов и так далее. Сейчас я предлагаю работать с индексом доллара, с золотом, с нефтянкой, кому интересно смотреть уже на долгосрок на 2023 год. И, безусловно, по-прежнему интересен рынок криптовалюты пара доллара и иена, потому что там конкретный такой серьезный фундаментальный фон, который тянется с прошлой недели, когда банк Японии решил все-таки скорректировать проводимую денежную кредитную политику. На этой неделе, друзья, вам будет представлен также квартальный прогноз, обзор. Он немножечко даже растягивает перспективы на 2023 год, поэтому, если новости, предстоящие и фундаментальные события вам интересны, я думаю, что этот отчет точно не должен пройти мимо вашего внимания. Ну что ж, индекс доллара 1376. Я по-прежнему сторонник того, что в оставшиеся дни этого года американская валюта может преподнести сюрприз и порадовать покупателей. Ну, как минимум, удержаться выше 104 пунктов, но потенциально даже оказаться выше. Среди фундаментального фона на что может опираться локальное восстановление, которое легко может дальше перерасти в средний и потенциально долгосрочный восходящий тренд? Во-первых, это доходность американских облигаций. В целом, ситуация на рынке долга США. Десятилетний трежер сдержится в районе 3,75%. Если мы посмотрим на то, где индекс доллара раньше был, например, несколько месяцев назад при такой ситуации на долговом рынке, то, поверьте, это было выше 107 пунктов точно. Поэтому, скорее всего, вот этот разрыв между реальностью в виде показателя доходности американских облигаций и слабостью доллара, он будет закрыт. И закрыт с сохранением именно интереса к покупкам и восходящей динамикой самого доллара. По статистике, очень много релизов было на прошлой неделе, и статистика в целом неоднозначная. Годовые данные по ОВП за третий квартал 3,2% с 2,9%, то есть 3,2%. Хорошие цифры, существенно выше прогноза, и цифры, которые готовят нас к тому, что в целом 2022 год будет не таким уж плохим для американской экономики. Заказы на товар длительного пользования, вот здесь вот как бы полная противоположность хорошего и сильного отчета по ОВП. По заказам мы увидели серьезный спад на 2,1%, против прогноза минус 0,6%. Личные доходы, личные расходы, положительная динамика, и, наверное, нужно делать выводы объективные, что при сохранении позитивной тенденции в личных доходах это все-таки больше, куда больше, плюс, нежели чем какой-то негатив. И не нужно здесь сопоставлять фактическую цифру с прогнозом, здесь просто полагаемся на сохранение позитивной динамики. Мичиганский индекс тоже рос с 59,4, по-моему, до 59,7. Интересная ситуация заключается в том, что какой бы статистика не вышла по штатам, я думаю, что она в целом будет оказывать поддерживающее воздействие на курс доллара, потому что если отчеты хорошие, то тогда американский регулятор может быть смелее в своих действиях по ужесточению политики. Если отчеты разочаруют, то, соответственно, это говорит о необходимости более проактивной борьбы с высокой инфляцией через ужесточение монетарной политики. Поэтому, если вам такая точка зрения близка, если вы согласны с тем, что при текущих экономических условиях, при озвученной позиции Федрезерва, что ставки будут расти дальше, при сохраняющихся рисках, которые, мне кажется, просто гипотетическими пока что рецессии в американской экономике, ну, даже если это и произойдет, то доллар сможет выйти, опять же, на коне в такой экономической конъюнтуре, у американской валюты индекса доллара есть по-прежнему шансы зацепиться за более высокие уровни до конца этого года. Золото 1805 долларов за тройскую концу мы правильно сделали, что не отказались от длинных позиций по этому активу. И я допускаю, друзья, что по золоту мы можем увидеть вот это новогоднее ралли, которая способна привести этот инструмент выше 1820-1830 долларов за тройскую концу. Поэтому предлагаю смотреть и мыслить довольно амбициозно. Почему бы нет, опять же, на низкой ликвидности, повторюсь, даже незначительному комментарию какого-нибудь чиновника американского регулятора будет более чем достаточно, чтобы привнести серьезные движения и отправить золото при текущем еще перевесе и перекосе покупателей и продавцов. Толпа по-прежнему в шортах золота. Есть хорошие условия, чтобы подрасти. Рынок нефти. Лично я пока что вне сделок. Но многие спрашивают, что, в принципе, стоит ожидать от этого актива на ближайшую перспективу. А тот фон, который сложился сейчас, особенно после пятничных заявлений Александра Новака о том, что объем нефтедобычи в России снизится на 500-700 тысяч баррелей в сутки из-за того, что вступило в силу решение о потолке цен и из-за принципиальной позиции России не поставлять нефть тем странам, которые поддерживают вот такие механизмы оценобразования. На официальном уровне это решение будет озвучено и вступит в силу уже на этой неделе. По мнению Международного антического агентства, на самом деле объем нефтедобычи в России может просесть сильнее, чем на 500-700 тысяч баррелей. И, возможно, речь пойдет уже о снижении на миллион, полтора миллиона баррелей в сутки. Добавим сюда еще условия, связанные с арктическим штормом в США. Именно погодные аномальные условия, которые сейчас приводят к более интенсивному потреблению углеводородов и у нас, опять же, появляется новостной фон, который, складывается новостной фон, который позволяет нам говорить о кризисе, о предложении, которое уже нависает от мировой экономики, учитывая то, что страна ОПЕК также еще не планирует увеличивать объем нефтедобычи. Негативный момент есть, почему я по-прежнему не решаюсь прямо при текущих ценах открыть длинные позиции. Это Китай со своей историей ковидной, где сейчас антирекорды вообще за все время наблюдения за статистикой ковидной. Я рекомендую всем снова вернуться к сайту исследовательского центра Джона Хопкинса и анализируйте данные там. Почти 20% населения Китая уже болеет. Локдауны не вводятся, но сам факт того, что эпидемия достигла таких масштабов, конечно же, это приведет к существенному сокращению экономической активности со всеми вытекающими отсюда последствиями для потребления углеводородов. И надеюсь, что все-таки в первом квартале 2023 года ситуация улучшится и уже не будет никаких сдерживающих обстоятельств для роста котировок нефти, когда можно будет поставить на развитие бычьей динамики. Но на долгосрок, тому, кому хочется из вас, друзья, открыть позицию сейчас, я думаю, что с большой долей вероятности мы будем расти дальше, расти довольно-таки активно. Доллар иена 132.89, ждем 131.130 в ближайшие дни. Опять же, на резонансе от решения Банка Японии скорректировать диапазон допустимого колебания доходности национальных облигаций. Следующим шагом может быть еще более значительное расширение диапазона либо повышение процентной ставки, но это после прихода к власти нового руководства уже в апреле следующего года. И по биткоину я по-прежнему шартист. Считаю, что биткоин окажется ниже 15 тысяч, так же, как и эфириум преодолеет поддержку 1000 долларов. Из-за фона, который и так всем известен, его значение обусловлено крахом биржи Афтекс и катастрофически подорванным доверием к индустрии в целом. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok